А в атмосферу ЖКХ жалоб в Новокубишевске в последнее время убавилось. Там по проблемному хозяйству решили ударить инновациями. Пока их внедряют, конечно, не повсеместно, а лишь в пределах одной управляющей компании. Зато есть собственный колл-центр, новейшая техника и даже слесарь в Бахимов. Контролируют все это специально созданные общественные советы. Они появились меньше месяца назад, зато в каждом районе города. Как коммунальная сказка стала реальностью, увидела Анна Смирнова. Какая причина обращения? Что случилось? Это не справочная и не служба технической поддержки. Сюда звонят, если есть коммунальные проблемы. И дозваниваются. А решение не заставляет себя ждать. Максимальный установленный срок – три дня. Обращения приходят разного рода. И по отключениям света, холодной горячей воды, по отключениям отопления. То есть мы принимаем все заявки, передаем управляющую компанию на исполнение. Такой колл-центр – ноу-хау управляющей компанией. И не единственное. Вот, например, слесарь. Вопреки стереотипам в бахилах и интеллигентного вида. Жители сначала удивлялись. Потом привыкли. У нас произошел сифон потек. Мы позвонили в дом управления. К нам пришел человек. Вчера пришел, посмотрел. А сегодня придем, мы будем делать. К состоянию дворов у жителей тоже претензий нет. На службе у коммунальщиков вся необходимая техника, которую закупают регулярно. У нас вся управляющая компания, работа управляющей компанией строится на инновациях. Если вы мне приведете пример, где на территории Самарской области или где-то еще работает колл-центр – инновация, инновация. Если вы мне покажете, где работает вот такая техника, тоже съезжу, поучусь. Если говорить о работе непосредственно управляющей компании, в управляющей компании внедрена система электронного документа оборота. Такие инновации уже оценили на областном уровне. Компанию признали одной из лучших в регионе. Пока не правило, а скорее исключение. И пример другим. В отдельно взятой обслуживающей компании взяли и наладили работу так, что сразу и не верится. И все под контролем общественников. Ну а кто, как не сами люди, больше всего видят все проблемы дома, все недочеты микрорайона. Это вот взгляд изнутри, когда каждый приходит со своей бедой, и тогда уже совместно все это решается. Общественные советы созданы в Новокуйбышевске совсем недавно, работают меньше месяца, но уже многим помогли. Под их контролем коммунальная сфера и работа управляющих компаний. А теперь организовали еще и индивидуальный прием граждан. Анна Смирнова, Олег Айдаров, Новости губернии.